Рассмотрим еще раз как работает линия, для чего переключимся во вкладку создание форм линии и на виде сфронта, допустим, прочертим определенную вот такую вот часть. Перейдем в режим редактирования, вторая вкладка модификации. В режиме точек мы с вами можем выделять точки, естественно, и преобразовывать их в различный тип, который мы рассматривали. Подробнее рассмотрим вкладку выделения. Нас в данном случае интересует небольшая группа, которая начинается с параметра LockHandless. Если мы несколько точек превратим в точки безе, значит у нас появятся управляющие элементы, которые называются Handless. Собственно говоря, это рычаги или векторы, за которые мы с вами можем менять вот этот вот параметр кривизны. Можно выделить несколько элементов, но все равно редактироваться будет тот элемент, который мы с вами возьмем. Если мы активируем галочку LockHandless и активен параметр Alike, то у нас с вами будет возможность редактировать все рычаги выделенных точек, активные в данный момент. Это параметр Alike. А если включен параметр Все, All, во время редактирования данного параметра у нас синхронизируется вот этот вот угол между рычагами, и он остается неизменным. Таким образом, управляя одним элементом, мы можем изменять кривизну двух вот этих вот рычагов одновременно. Очень может быть полезная функция. Отключим в данный момент это все. И вернемся в пункт Area Selection. Значит, пункт Area Selection позволяет в определенном диапазоне выделять точки. Диапазон в данный случае я немножечко уменьшу. Ну, или возьмем вот эту вот точку. Передвинем немножко ее подальше. Соответственно, то, что попадает в этот вот радиус, Эти точки выделяются. И кнопочка, которая тоже довольно интересна, она называется Segment End. Для того, чтобы выделить ближайшую точку сегмента, конечно, достаточно нажать на расстоянии, в достаточно большом, может быть, расстоянии. Но смещенном от центра, вот этой вот прямой, у нас выделится точка, конечная этого отрезка. Та или иная. Вот. Это те элементы, которые мы не рассмотрели по поводу выделения, которые мы не рассмотрели в предыдущих видео. Рассмотрим один параметр, который в некоторых случаях можно назвать определенным типом моделирования, так называемое поверхностное моделирование или каркасное моделирование. Чтобы им воспользоваться, мы с вами опять-таки соорудим небольшую линию. На перспективе мы, допустим, давайте несколько раз скопируем эту линию и поменяем ее масштабы. Так вот, поверхностное моделирование в данном случае будет заключаться в том, чтобы между вот этими вот плоскими объектами, по вот этим вот граням натянуть сверху поверхность, получив трехмерную фигуру. Для этого нам нужно знать три вещи. Во-первых, все эти линии должны быть объединены в единую форму. Это позволяет делать линии. Мы можем нажать Attach Multi и объединить все это в единую фигуру. Теперь это у нас единая линия. Форма, содержащая вот эти вот кривые. После чего нужно воспользоваться двумя методами. Для создания каркаса по вот этим вот сечениям мы можем воспользоваться специальной командой внутри линии или можем воспользоваться специальным модификатором, который также называется как команда. Это модификатор Cross-Section. Модификатор Cross-Section создает, по мнению Макса, вот эти вот ребрышка, по которым будут пролегать поверхности. Ну и последней, завершающей стадией получения трехмерной плоскости будет использование команды модификатора, который называется поверхность, то есть Surface. И мы с вами можем получить вот такой вот довольно интересный объект. Причем на уровне лайна мы с вами можем по-прежнему, допустим, на уровне точек, менять параметры данного объекта, меняя форму готовой трехмерной поверхности. Рассмотрим несколько вариантов работы данной команды на практических примерах. На вкладке на видовом окне Front я создам для нашего практического примера следующую вот поверхность со включенными привязками к сеточке следующий элементик. В режиме редактирования подгоним параметры данного элементика. В режиме сегментов разделим пополам вот эти вот сегментики. Ну и в режиме точек мы с вами можем немножечко вот так вот поискривлять эту поверхность. Отключим данный элемент. И что мы будем делать в нашем задании? Давайте создадим каркас для некоторого автомобиля. просто чтобы визуально представлять что мы будем делать. Я прочерчу небольшой какой-то вариант корпуса автомобиля какого-то. Просто для того, чтобы не забывать примерно как этот корпус должен выглядеть. Вот. Возьмем вот этот сплайн, который мы сделали и продублируем его определенное количество раз. Ну пусть это будет 10 количество дублей данного элемента. Далее естественно как независимые копии. Далее мы с вами немножечко можем поиграться создавая форму для нашего автомобиля искривляя определенным образом ряд вот этих вот объектов. здесь мы начнем делать впадину для крыла отверстия для крыла поэтому можно вот это вот немножечко подвинуть в верхнюю часть а эту часть сделать поменьше скопируем несколько раз вот эту вот внутреннюю часть среднюю часть можно еще немножко сделать поменьше дальше создадим то что будет являться частью кабины вытягивая верхнюю часть вот этих вот элементиков с привязками подстраивая по верхней части вот эти вот объекты опять создадим впадину для колеса чтобы ее заново не прочерчивать можно взять вот эти элементы зажатым шифтом их сюда перенести ну и последняя часть ее немножко сделать повыше продублировать и развернуть обиды не забыть вот и вот это Ну допустим Какая-то вот такая вот поверхность Нас могла бы удовлетворить Значит я удалю Ненужный мне элемент Вот этот вот Чтобы он не мешал Выделю любой сплай И Мультиоттачем Объединив все это в единую конструкцию После чего мы используем Два различных метода Я скопирую этот элемент На первом объекте мы используем Метод уже испытанный нами Применяя команды Cross-section И соответственно Поверхность На данный объект Мы видим Вот такая вот конструкция Получилась довольно странно И есть логичная причина Почему у нас Некоторые элементы Вывернуты в одну сторону Некоторые элементы Вывернуты в другую сторону На самом деле было важно Последовательность Прохождения Вот этой вот cross-section От одного элемента К другому Если бы я все делал Последовательно И не копировал Вот этот вот элемент Оттуда То Cross-section Сработал бы В данном случае Нормально Но если это не так Чаще всего Это именно не так бывает То лучше использовать Ручной метод Для создания Ребер С помощью команды Cross-section Которая находится Во вкладке Геометрия линий Нажимаем кнопочку Cross-section И ручками Вот таким вот образом Указываем По порядку Поверхности Взаимодействия По вот этому вот Каркасу Ну и в конце Нажимаем Правой кнопкой мышки Вот Мы с вами получили Конструкцию Уже Ну более полноценную Чем та Которая была В предыдущей части И накладываем Опять Поверхность И у нас с вами Нет Различных Нестыковок И Нет Вывернутых Частей И наша Конструкция Выглядит Более цельной Значит Какие есть Параметры Ну кроме Обращения Нормалей Есть Свиток Патч Топологии Где продемонстрированы Шаги Умолчание По-моему Шесть шагов Стоит Которые можно Уменьшать Или увеличивать То есть Вроде как Смягчение Вот этих Вот элементов Но в таком виде Это Может быть Не настолько Важно Но если мы С вами Применим Оператор Турбосмус Он разрежет Нашу модель На высокополигональную Вот у нас Такое Вот количество Сегментиков Так вот Если вернуться В параметр Сюрфейс И порегулировать Количество Шагов То от этого Количества Шагов Зависит Наша топология Зависит Количество Сегментов На которые Операторы Сглаживания Будут Эту модель Соответственно Разбивать То есть Мы с вами Видим Что Этот параметр Он тоже Является Достаточно Важным И давайте Рассмотрим Рассмотрим Следующий Практический Пример Мы с вами Хотим Создать Алюминиевую Баночку От напитка Опять-таки Принципы Если использовать Поверхностное Моделирование Она Представляет Собой Определенный Бочонок Мы Создадим Плоскости Для этого Бочонка Зададим Определенный Размер Этих Плоскостей Допустим Вот такое Вот Количество Каким же Образом Их можно Подцепить В нашу Линию Ну Совершенно Невероятно Я покажу Вариант Когда мы Чертим Какую-то Линию Потом Просто Переходим В режим Attach И Добавляем Все Элементы Туда А Впоследствии В режиме Лайна Отключаем Команду Attach И в режиме Лайна Удаляем Саму Оригинальную Линию После Чего Если мы Попробуем Применить К данной Конструкции Модификатор Cross Section Он Конечно Сработает Но Вряд ли У нас Получится Та форма Которая Нам Была Нужна Поэтому Мы Удалим Модификатор Cross Section И Воспользуемся Ручным Вариантом Создание Вот Этой Вот Поверхности Вот Таким Вот Образом И Уже Потом Применим Модификатор Surface Ну Соответственно Вернем Этой Баночке В топологии Количество Шагов И Поскольку Я Все-таки Судя по всему Не угадал С диаметрами Верхней части Наши баночки Их Можно Отдельно Порегулировать Даже После Того Как Cross Section Был Наложен Немножечко Это Все Поперемещав Мы С вами Получаем С помощью Cross Section Вот Такую Вот Батчонку Какая Может Быть Проблема Дальше В Редактировании Данных Элементов Проблема Прежде Всего Вот Во время Редактирования Если мы Захотим Допустим Верхнюю Часть Изменить Ее Например Высоту Когда мы Перемещаем Вверх Эти Вот Элементы У нас Те части Каркаса Которые С помощью Cross Section Были Созданы Они Видите Остались На том же месте И не Перемещаются Соответственно Здесь Приходится За этим Следить То есть Если мы Хотим Эту часть Поднять Необходимо Выделить Все Вот эти Вот Элементы Которые Участвуют В процессе Вместе Чтобы Контур Вот этого Каркаса Не разрывался Только После Этого Осуществлять Перемещение Только В этом Случае Все Элементы Контура Будут Здесь Соответствующим Образом Выделены Ну и Напоследок Последний И один Из самых Основных Инструментов Которые Нам Нужны В моделировании Это Инструмент Который Называется Editable Spline Сейчас Мы поняли Как неудобно Бывает Использовать Одну Линию Для того Чтобы Создать Каркасные Объекты Иногда Требуется Использовать Такие Элементы С заданной Формой Параметрические Которые У нас Есть Но У них Нет Возможности Их Редактирования Кроме Основных Параметров Мы Тут Можем Поступить Тоже Двумя Методами Во-первых Есть Модификатор Edit Spline Редактируемый Spline Как только Мы его Накладываем Посмотрите У нас Появляются Свойства Редактирования Этого Объекта Аналогичные Тем же Свойствам Line Которые Которые Мы уже В большинстве Случаев Рассматриваем Это Один Из Методов Этот Метод Хорош Тем Что Мы Впоследствии Можем Вернуться К Нашему Основанию Параметрическому И Изменить Его Геометрические Параметры А Искажения Которые Находятся Внутри Edit Spline Они Остаются Накладываются На этот Заданный Размер Второй Вариант Он Более Предпочтителен Тем Что у нас Схлопывается Стэк Модификаторов Мы Берем Щелкаем Правой Кнопкой Мышки По Выделенному Объекту И Преобразовываем С помощью Команды Convert Editable Spline И получаем Тоже Editable Spline Но уже Не модификатор А как Объект Стэк Модификаторов Меньше Нагрузка На Систему Соответственно Меньше Но у нас Нет возможности Редактировать Параметры Этого Основания То есть Теперь Это Вот такой Непараметрический Объект Который Мы можем Искривлять Как хотим В который Мы можем Добавлять Необходимые Точки Если Это Нужно И Которому Мы можем Присоединять Другие Объекты Вот Соответственно Большую Часть Возможностей Как Поверхностного Моделирования Так И Editable Spline Сплайнового Моделирования Мы с вами Рассмотрели В этих Лекциях Если вам Необходимо Углубленно Знать Поверхностное Моделирование Например С помощью Системы NURBS Пишите Оставляйте Комментарии Мы создадим Лекции По данной Системе Благодарим За внимание Обучайтесь Развивайтесь Вместе С нами Ну а мы Пока Займемся Рыбалкой Рыбу Половим Всем Пока Пока Продолжение следует